И как вот здесь должны дети ходить по железной дороге? Во-первых, это неудобно, во-вторых, это небезопасно, потому что рядом могут проезжать другие вагоны и составы. Ходить тут, тут наступь тоже неудобно. Так что никто у нас не думает о детях. Поселок Юрья в последние дни шумит. Людей разделили на две части, в буквальном смысле. Тысячи жителей остались без перехода. Населенный пункт разделен железнодорожными путями на две части. В одной живут несколько тысяч человек, во второй не меньше. Раньше люди ходили на другую сторону поселка по мосту. На днях его закрыли. И не просто на ремонт. Мост, соединяющий две части поселка, собираются демонтировать. Соответственно, данная половина жителей нашего поселка не имеет безопасной возможности перейти на ту сторону поселка, где находится школа, администрация, все аптеки, автобусная остановка до больницы. Мост над железнодорожными путями находится на балансе Росимущества в Удмуртской республике и Кировской области. Суд обязал организацию отремонтировать мост для безопасного перехода людей. Жильцы говорят, что организация ремонтировать его не хочет. Поэтому решили вообще снести. Видимо, так дешевле. Людям теперь предлагают идти в обход путей. Ну, поймите, пожалуйста, вот мы сейчас находимся в тех условиях, в каких находимся. Мост закрыли. У нас сейчас законных оснований его открыть. Вот на данный момент нет. Нет, ну вот сейчас хотя бы можно железной дороги доберется разменять, раздвинуть вагоны. Нет, это бесполезно. Я не буду на него делать. Я знаю, что они не входят. Железная дорога здесь вообще ни при чем. На собрание с жителями отрезанной от перехода части поселка приехали чиновники правительства области и администрация Юрьянского района. Пока мост закрыт листами железа, люди проползают под вагонами длинных составов или идут сотни метров в обход. Но там нет ни пешеходного перехода, ни тротуаров. Дети и старики делят дорогу с машинами. В данное время мы написали запросы в транспортную прокуратуру, написали в Росимущество пояснения, чтобы они нам предоставили о том, на каком основании они мост закрыли. Потому что мост закрыли без всяческих уведомлений, не известив администрацию поселка о том, что он должен быть закрыт. Отрезанным ЖД путями жителям пообещали организовать автобусный маршрут, который будет перевозить их на другую сторону Юрье. Но семьи, в которых есть несколько школьников, не готовы тратить семейный бюджет на проезд. Сейчас все ждут решения депутатов Думы Юрьянского городского поселения, чтобы взять мост на баланс муниципалитета. В правительстве обещают внести мост в список на ремонт в следующем году. Но кто решится взять его на баланс? Поселение или Юрьянский район? Сейчас главный вопрос. Денег на содержание такого сооружения ни у кого пока нет. Сегодня жители сообщили, что проход на мост открыли. Ну почти. Кто-то просто отогнул лист железа. Ксения Зинуева, информационный канал, город.